В Ледовом дворце состоялся товарищеский матч делегации Центра Союза с командой Чувашского правительства. Об итогах встречи в нашем материале. Команды включились в игру с первых минут. Активный прессинг, опасные моменты у ворот. Вот так играют любители. Первый размочил счет команда Центра Союза. На 17-й минуте первого периода меткий бросок поразил ворот республиканского кадмина. Я не расстроилась. Я думаю, что в следующем периоде обязательно кабинет министров забьет. Все очень круто, здорово, весело. Все нравится. Вторая 20-минутка подарила быструю игру. Обе команды пытались забить шайбу ворота противника. В товарищеской встрече за нарушение правил наказывали штрафным броском. Первыми реализовали буллит игроки Центра Союза. Капитан команды Дмитрий Зубов не оставил шанса вратарю. На перерыв команды ушли со счетом 0-2. Часто буллита приходится бить. Немножко обманул его. Он думал, старенький идет дилетант. Пустил шайбу вперед. Он клюшку вытащил, а я ее убрал. Мы закусив губу, играем с профессионалами. Но хочется доказать, что жизнь продолжается. Ветераны тоже могут бегать. Спорт сплачивает, как говорят, в кооперации. Вот мы молодежь и ветераны играем вместе. В начале третьего периода отрыв Центра Союза вырос в два раза. На 15-й минуте команда Кабмина забросила ответную шайбу. После на льду начали происходить хоккейные чудеса. За две минуты до конца гол в ворота получила команда Центра Союза. В последнюю минуту матча разрыв в счете стал минимален 3-4. В важную шайбу забросил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Сыграть в ничью в товарищеском матче не получилось. Но хозяев льда это не расстроило. Вы знаете, нет, при такой борьбе не обидно. Главное же участие, как бы поиграли, увидели, как другие играют сами, как играем. Есть чем сравнивать. Это пример для молодежи, пример для всех, что нужно в спорте жить, спортом дружить.